Таня рисует. Надеюсь, запись будет со звуком, а там посмотрим. Так, ребят, ну что, смотрите, мы сегодня с вами будем разговаривать про планирование, да? Так, да, я, понятно. Ага, мы с вами сегодня будем разговаривать про планирование, и у нас с вами есть несколько важных критериев, которые, соответственно, в планировании для нас будут важны. Например, мы приходим, вот давайте на примере, Лея. Лея, ты закрылась в прошлом каталоге, сколько у тебя было баллов, скажи мне. Всегда смотрим прошлый каталог сначала. 1341. 1341. Теперь, смотрите, обязательно мы с вами… Так, сейчас не видно. Обязательно мы с вами еще рассматриваем. Ну, я говорю, что пишу, в принципе, сколько было в первой ветке, сколько во второй. У Лены у нас пока вариант, что во второй у нас активных нету, вот. Поэтому мы ставим реалистичный план, да, скажем так. Сколько было в первой, сколько во второй, Ленок, глянь. Во второй у меня только… Я через мужа кабинет заказ проводила. Неважно, давай, прямо в баллах. Открывай, кто у тебя… Вот, видите, самое главное, если вы не знаете, где смотреть баллы по веткам, как вы можете растить ветку. Вот, представь, ты сейчас идешь на золото, и я у тебя спрашиваю, сколько тебе не хватило до золота? Сколько в первой команде не хватило до золота? И ты не можешь ответить. Почему? Вот, важно знать, кто у вас в первой ветке, либо самый первый человек, да, то есть, либо тот, по кому вы ориентируетесь, чтобы над этим человеком людей не было. Если вы это не знаете, со своим спонсором обязательно это нужно узнать. В приложении этого человечка можно пометить вот таким сердечком избранным. Вот, и, соответственно, смотреть его баллы. Ленок, давай вспоминать, давай тогда по работающим. Прямо под тобой, насколько я помню, у нас Надя, правильно? Да. Давай пока что смотри по Наде. Сколько баллов у тебя у Нади было в первой ветке? То есть, каждый раз, когда ты хочешь идти на золото, ты смотришь, сколько баллов у моего директора в первой команде будущего. Но это я сейчас который каталог открыла? Да, да. Нет, прошлый, ну, ты находишь ее в этом каталоге, сдвигаешь влево и смотришь баллы прошлого каталога. Таня, это Мишин рисунок, не надо его дорисовывать. Да. 1081. 1081. Вот, смотрите, в первой команде у нас было 1081 баллов. Плюс у нас было ЛТО, плюс вторая команда, пока активных людей нет, поэтому я, ну, как бы не пишу. Тут у нас было ЛТО еще. Соответственно, если мы с вами ставим план, во-первых, сразу первая же наша планка, мы смотрим, это было 9%, значит, наш минимальный план 12%. В любом случае, никогда не ставим план подтвердить уровень, правильно? Потому что, ну, нужно расти. Но, смотри, если у тебя будут эти 12% расти только здесь, в первой ветке, то тебе это невыгодно, ты не зарабатываешь при этом, да? Так, классно, у тебя растет первая ветка, но пока не начнет расти вторая, ты денег в деньгах будешь получать мало. Соответственно, мы ставим, мы из-за этого первую не забрасываем, мы ставим план отдельно по первой, отдельно по второй. В данной ситуации, так как у тебя первая ветка уже менеджерская, и ты понимаешь, что резко там на, не знаю, 12% ты ветку не вытянешь, да, например, то как бы ты осознанно ставишь себе план без этого, как его, без отрыва. Но, я дальше объясню, ребят, я специально взяла этот пример, потому что ставить планы с отрывом легко, а вот ставить планы без отрыва осознанно сложно. Мы этот план ставили уже однажды с человечком, и я показала пример, что буквально за несколько каталогов, благодаря этому плану, ты можешь выйти на хороший доход. Соответственно, смотрим, твоя первая ветка была 9%, ты не можешь поставить план Наде опять делать 9%. Секундочку, у тебя пол дохода не видно. Ты не можешь поставить план Наде сделать меньше денег, правильно? Соответственно, ты Наде ставишь 12%, то есть в первой ветке тебе надо 1800 баллов, в первой ветке. Теперь смотрим, плюс твое ЛТО 150 минимум, да, это уже будет 1950 баллов. Первая ветка плюс ЛТО. Дальше, твоя задача выращивать вторую, минимум ты ее выведешь на 6%, это прям минимум, то есть тебе надо найти людей, минимальная планочка, вообще, девчата, один человек может вырастить девятку за каталог. Вот тупо, если ты только на этой ветке сфокусируешься, да, вот, но так как мы с тобой все-таки еще с первой работаем, да, мы ставим с тобой план 6% сюда, это 450 баллов. То есть тебе сюда нужны люди, которые сейчас станут рекрутами и которые начнут что-то делать. Что получается у тебя? 1950-450? А почему 450, в этом же баллы меньше, в этом же каталоге? Я показываю в целом видео, девчата, мы сейчас не на этот каталог ставим, я вас учу ставить планы. Это видео потом будет смотреть человек, который не в текущем каталоге пришел, я включила запись, поэтому, ребят, мы учимся процессу, и сегодня по итогу, уже с учетом нового каталога, вы себе поставите планы. Вот, соответственно, что у нас получается? У нас получается, что мы с тобой можем сделать 2400 баллов, правильно? 2400. С одной стороны, вы мне сейчас скажете, вот Сашка Коза ставит план 2400, то есть как бы зарплата будет маленькая, потому что с первой ветки не будет отрыва, да, то есть 12% минус 12% равно 0. Но, смотри, если мы сейчас здесь фокусируемся, то в следующем каталоге у тебя Надя делает, сейчас просто пример показываю, Надя делает 15, 3000, да, например, вторая ветка у тебя выходит, например, где-то на 1200, плюс твое ЛТО, да. Да, отлично, пока что мы еще без отрыва, но у тебя уже почти пять, почти, да, скажем так. Следующий каталог, Надя, например, идет, делает там где-то 4505, 4505, у тебя вот здесь уже люди появились. Вы с этими людьми идете минимум на 2500-3000 баллов, минимум, потому что ты ему уже планы проставляешь, их людям, да, сама работаешь. И у тебя получается, что здесь сейчас ты без отрыва, тут ты без отрыва, а вот здесь ты дир с отрывом, поняла, да? И когда Надя сделает 7500 и будет директором, у тебя здесь уже будет минимум где-то 4-5 тысяч баллов, 4-5 тысяч. То есть ты будешь получать зарплату и отсюда, и отсюда, но сейчас нужно осознанно принять решение, что тебе нужны люди, потому что без людей не будет результата. Соответственно, мы ставим себе планочку, что нам нужно во второй ветке 450 баллов, в первой нам нужно 1800, правильно? Поехали дальше. Если у вас две ветки, ребят, то вы смотрите, если в первой ветке у вас была девятка, во второй у вас была шестерка, значит, вы ставите себе планочку там 12 и 9, да, например. Поняли? Плюс один процентный уровень, но всегда считайте, что у вас еще плюс ЛТО, и смотрите, иногда бывает такое, что если вы, например, второй команде поставите план 6%, они же разные могут быть. Ты можешь сделать 450 баллов, а можешь сделать 800 баллов, это тоже 6%, но у тебя тогда будет отрыв, да, то есть вы всегда смотрите суммарные баллы, если есть вариант вам, ну, как бы, до отрыва доделать, то, конечно, вы больше фокусируетесь, доделываете до отрыва. В данной ситуации наша задача сделать базу во второй ветке, потому что одной работать сложно, наша задача найти людей, с которыми мы будем работать. Как мы работаем? Смотри, откуда можно взять баллы? Баллы можно взять из стартеров рекрутов, да, то есть новых нарекрутировать, стартеров рекрутов можем переводить. Откуда еще мы можем взять баллы? Партнеры, кто делает 150, да, то есть кто это может быть? Это могут быть партнеры, которые всегда делают 150, и это могут быть рекруты прошлого каталога, которых мы научили делать 150 баллов. То есть в прошлом каталоге они, например, сделали 50, а в этом 150, правильно? И четвертое, кто это еще может быть? Это может быть БАФ, база активных консультантов. Это люди, которые, например, в прошлом каталоге делали заказ потребители, ну, или, может быть, не потребители, да, может быть, они там включаются там или еще что-то. Но чаще всего потребители, да, то есть те, кто делали заказ, один, два, три каталога назад. И еще мы можем взять баллы из уснушек, уснушки. Уснушки – это обычно для тех, у кого вообще, ну, как бы более четырех каталогов, то есть это люди неактивные, 4-17 каталогов. Вот по уснушкам мы ходим не каждый каталог, ребят, ну, не каждый каталог. С кем плотно общаемся, если вам чуть-чуть не хватает до уровня, да. По уснушкам мы ходим в среднем раз в четыре каталога, компания запускает акцию. Как сейчас, например, 1200 рублей делаешь заказ, получаешь подарок. То есть, да, в этом каталоге, например, мы с тобой можем проработать уснушек. Сколько мы можем вытащить баллов, зависит от структуры. Сейчас буду объяснять, как мы дальше смотрим. Соответственно, поняли, да, вот четыре варианта. Поехали. Как мы с этими четырьмя вариантами работаем? Ты берешь, открываешь бизнес-приложение свое. Так, Тань, а куда ты делаешь эту стерку? А, вот нашла. Открываешь бизнес-приложение. Открываешь баг сначала. Берете листок бумаги и делите этот листок на колонки. Какие колонки? В первую колонку вы вписываете тех, с кем вы работаете, чтобы люди сделали 150 баллов. Вы открываете баг свой и смотрите неактивный один каталог. Неактивный один каталог. Там в этих людях как раз завяжены те, кто у вас всегда делает 150. Ну, например, у Лены это кто? Надя сделала 150, правильно? Значит, там Надю вписываешь. Потом дальше Наташа сделала 150, значит, Наташу вписываешь. Потом там еще кто-то. Ну, смотришь по структуре, да? И ты себе сюда этих людей вписываешь. Надя, Наташа. Что это значит? Это ты не просто их вписала. Твоя задача проработать, проконтролировать, чтобы они реально их сделали. Так как Надя и Наташа у нас именно ключевые партнеры, то, соответственно, мы работаем на то, чтобы этот ЛТО был сделан в первые дни каталога. Как мы работаем? Ну, так как мы ключевые, мы общаемся постоянно, мы просто спрашиваем. Как у тебя с личным товарооборотом? Когда планируешь делать? Ну, прям напрямую, не ходить вокруг да около, потому что мы с вами постоянно про это говорим, и это логичный вопрос. Дальше. Ты смотришь дальше неактивный один каталог, то есть ты каждую фамилию начинаешь расписывать по столбикам. Кого, куда, каждую фамилию. Если это не твой человек, ты открываешь его, смотришь, кто спонсор. Идешь там, например, к Наде и спрашиваешь, Надь, а вот там Ангелина, она как, будет делать 150 как в прошлом каталоге? Или на каком она этапе? То есть ты должна понимать ситуацию по каждому человеку в команде. Чем у тебя меньше уровень, тем тебе это легче будет даваться, потому что чем уровень выше, народу больше. Но, опять же, фамилии, кто делает 150, ну даже на директоре это 50 человек, их просто запомнить можно на директоре. Ну там даже поменьше, 40, к примеру. Если ты их сейчас с нынешнего уровня будешь запоминать, то ты легко это запомнишь. Вот. Соответственно, Тань, что ты у меня забрала? Все мелики. Спрашиваешь напрямую. Потом, знаешь, смотри, кто сюда еще войдет, вот в эту колоночку, рекруты, которые сейчас на связи с прошлого каталога. То есть это могут быть, ты также, например, у Нади и у Наташи, у ключевых своих партнеров спрашиваешь, девчат, с кем вы работаете на 150 баллов? То есть кто у вас сейчас в сопровождении, кого вы собираетесь выводить на 150 баллов? У всех этих людей, своих, соответственно, сама, с кем ты работаешь. По второй ветке, например. Вот если у тебя во второй ветке есть рекруты, то по второй ветке ты сама, ты выписываешь фамилии там. Не знаю, ну кто у тебя там может быть. Кто может быть? Там есть у тебя такие люди, с кем вы зарабатываете на 150? Нет, там я просто подругу зарегистрировала сейчас на потребление. Не-не-не, в первой ветке, у тебя в первой ветке почти двенашка. Надь? Нет, у меня все потерялись. Все у Нади и у Наташи. Вот. У Нади и у Наташи это твои. То есть что ты делаешь? Ты идешь к Наде, у вас есть общий чат как раз, отлично. И с кем ты зарабатываешь, поняла, да? Ты вот эти все фамилии должна себе знать. Поэтому лучше будет, если мы будем планы с вами ставить, либо вот так вот тройками, четверками, либо вы сами будете ставить планы тебе. Для этого мы учимся. И вы себе записываете там, тот-то, 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 с ними работаем на 150. Что значит, мы работаем на 150? Это значит, что каждый день, когда вы этому человеку даете задание на день, следующий шаг или еще что-то, в этом задании должен быть лишний товарооборот. То есть, например, давай сегодня разместим объявление в бьюти-чате, а ты скажи, ты как, каталог давала кому-то, вообще собирала заказ или еще нет? Я хочу, чтобы ты росла быстро, да? То есть, ну, это логичные вопросы, потому что это один из шагов работы. И вот эти люди у вас прямо на контакте каждый день. И вы каждый день работаете. Вот сделали 150, и себе раз там плюсик, да, херакнули. Из этих 150 складываются ваши баллы. Дальше, смотрите, вторая колоночка – это те люди, которых потребители, которых вы ориентируете хотя бы на заказ. Сейчас у нас, например, полотенце, то есть на полотенце, или там 1200 рублей, то есть на заказ. И сюда вы выписываете фамилии, с кем вы там планируете делать, там 20-50 баллов, да? Конечно, будем стараться дорабатывать до 50, потому что бесплатная доставка. Выписали сюда людей. Кто сюда может входить? Как раз те, кто ушли на потребление. Те, кто просто иногда заказы уже делают, да, рекруты, которые там, ну, у меня там не получается, еще что-то. Или вы видите, что он не особо активный, или у него тяжело сходится с лто. Вы ориентируете вот на эту часть. Сюда вписываете фамилии. Сюда вписываете фамилии, кто слился в третий столбик. Опять же, кто это может быть? Это могут быть технические кьюхи. Ну, мы же сами иногда регаем родственников, чтобы подарочки получить, правильно? Выписываете сюда эти фамилии, потому что вы понимаете, что эти люди заказы не сделают. То есть, ну, не будет заказов. Или, например, у вас вот тут был человек, вы с ним пообщались, и видите, что она вообще какая-то неадекватная, к примеру. Ну, или там, ну, прям чувствуете, что она хочет слить вас. У меня, ну, бывает такое. Я, правда, обычно напрямую спрашиваю. Ты, говорю, меня мягко послать хочешь, потому что я тебя достала? Или ты реально хочешь подумать? Ты мне скажи прямо, потому что, ну, как бы, чтобы я ни своё, ни твоё время не тратила. Я же не монстр какой-то. И люди, знаете, обычно говорят, да нет, Саша, я послать не хочу. Ну, правда, ничего не надо, я не буду делать заказ. Я понимаю, что всё, мне не надо сейчас её пилить. Ну, то есть зачем? И тут же встречный вопрос. Хорошо, но ты не против, если тебе периодически акции будут скидывать? Не против или против. Я таких людей, знаете, кто против, я их обычно блокирую, чтобы, это как его, или помечаю как-нибудь в приложении, ну, короче, чтобы не отправлять им. Либо вы можете, если прям совсем негативный человек, заблокировать в WhatsApp, и тогда, когда вы с приложения переходите, он будет говорить вам, нет WhatsApp, ну, то есть тоже удобно. Либо себе в табличке, табличку ведёте по метку, этому не писать. Опять же, зависит от того, как вы общались. Если он просто сказал, нет, не хочу, но, в принципе, на контакт идёт, то оставили. Вот, смотрите, четвёртая колонка у вас идёт для комментариев, переносов, да, там, ещё чего-то и так далее, или там под вопросом тех, кто у вас. Вот их можно вот сюда. Смотрите, важно, когда вы вот так себе расписали неактивных один каталог, что вы увидите? Вы увидите, сколько фактически баллов вы можете достать из бака без новых. То есть, например, в прошлом каталоге ты закрылась 1341, да? Но в этом каталоге ты видишь, ага, вот эти там 10 человек сделают, ну, не 10, давай, 5 человек сделают 150. Это сколько у нас? 500 и 750 баллов, да, отсюда. Ты видишь, так, 750 будет точно. Здесь, допустим, у тебя 10 человек, с которыми ты собралась дорабатывать на 50, да, и ты ещё 500 баллов. Примерно. Ты же не знаешь, доработаешь, не доработаешь, ну, примерно. Вот. Эти у тебя слились, и ты видишь, что пока что из неактивных один каталог ты можешь достать только тысячу там, 250, да? Сколько получается? 250, 250, да, 1250. То есть меньше. И плюс твоё ЛТО. Ты зачем туда залезла? Застряла? Не получается вылезти ты? А зачем залазила? Сама не знаешь. Иди ко мне. Спасательная операция, подождите. Ой, ой, ой. Тихо, не падай. Держимся. Стоим на ножке. Ты что, опять туда полезла, Тань? А если спасут? Знаешь, что спасут, да, тебя? Так, видно? Вот так вот. Ну, подожди, надо повернуть, чтобы видно было, понимаешь? Помощница, знаете. И ты видишь, ага, 1400 в данном случае я могу достать из бака. Может быть, у тебя картинка будет другая. Может быть, ты увидишь, что у тебя там пять человек сделали по 100 баллов технические кьюхи и не собираются делать в этом каталоге. Ну, например, да? Что ты понимаешь, что этих баллов не будет, что там из бака ты, например, только тысячу достанешь. но ты планируешь сделать тысячу восемьсот. То есть, сколько нам не хватает? 400 баллов, правильно? До уровня. Ну и плюс нам нужен запас. Вдруг кто-то что-то не сделает. 600, да? 600, к примеру. То есть, 600 – это нам надо сделать прирост. Откуда мы делаем прирост? В нашем текущем случае акция по уснушкам. Если есть уснушки, мы обязательно рассматриваем вариант, что мы кого-то разбудим. Допустим, ну, структура небольшая. Допустим, там пять человек, да? Пять человек, которые сделают заказ по 20 баллов. 1200 – это примерно… А, нет, это 25 баллов. Ну, пусть будет 4 по 25, да? К примеру. И ты, когда прорабатываешь уснушек, ты их прорабатываешь с целью, что тебе надо, чтобы четверо хотя бы сделали заказ. У тебя другой акцент на проработку. Ты по-другому общаешься с людьми. Ты, возможно, даже откроешь приложение, сразу найдешь уснушек, с которыми ты там плотненько общалась, и первым делом к ним обратишься, да? К примеру. То есть, 4 по 25 – это 100 баллов мы можем взять из уснушек. У нас остается 500. Вот эти 500, мы понимаем, надо прирастить рекрутами. То есть, это, например, 10 человек, которые сделали заказ по 50 баллов. Соответственно, что ты понимаешь? Мне нужно, чтобы мои пятеро сделали по 150, мой план, да? Чтобы минимум, сколько мы тут посчитали, 10 человек сделали заказы по 50, например. То есть, ты прорабатываешь так. Что такое закрытие каталога? Закрытие каталога – это когда мы вот все проработали, но чуть-чуть не хватило. Тут двое не сделали по 50, а здесь, наоборот, кто-то сделал не по 25, а по 50 или по 40, да? То есть, вы подсчитываете итог и смотрите, сколько надо дотянуть. Соответственно, что у нас с вами получается? Итог. У нас получается… Сейчас, где моя стерка? Тань, куда стерку дело? Блин, надо же было ее туда-то выкинуть. У вас на листочке получается, у вас тут, сколько мы говорили, 5 человек, да, с которыми вы работаете, они практически по фамилиям. Отсюда вам нужно 10 человек выцепить. Здесь вы видите фактически, с кем нет смысла работать, да? Уснушки. У вас план, там, человека 4 разбудить хотя бы, и дальше вы ставите себе план по рекрутам. Сколько я сказала? 500 баллов. Ну, допустим, 10 рекрутов по 50. Или там, не знаю, 8 рекрутов по 50, 1,100, да, к примеру. Опять же, смотрите, если сейчас идет программа, и, например, Надя и Наташа, ты знаешь, что они квалифицируются в какую-нибудь программу с премиями, ты понимаешь, у них планка 2Q, то есть как минимум 400 баллов будут из Q-шек. Ты все это всегда учитываешь в зависимости от программы, в зависимости от твоих партнеров. И, соответственно, ты себе можешь прописать, что, ага, Надя и там Наташа делают 4 рекрута по 100. 4 рекрута. И ты будешь их контролировать. Не в плане, как начальник, а в плане, а точно ли у них все получается, а может, что помочь надо. И не в последний день каталога, а в течение всего этого. Ты что нажала, Тань? Ну, как ты это переключила вообще? Как ты это делаешь? Ты знаешь, какие-то волшебные кнопки? Сейчас ты их включу. Вон, смотри, что там. Лунтика давай. О, Лунтик. И ты себе поставила планочку. Мне нужно минимум 10 рекрутов. Чтобы у тебя было 10 рекрутов, сколько тебе надо в стартерах? Штук 100, да? Штук 100. Ну, не 100. Ладно, не стоит. Я что-то перегнула 10%. В среднем у нас где-то 20-30% переход. Ну, то есть штук 60, да? То есть ты себе ставишь планочку. 60 стартеров. Смотришь. А сколько у меня рекрутеров? Грубо говоря, вот, например, ты, Надя, Наташа. Отлично. По 20 с каждого. Поняла. Это мы с тобой проставили план на первую ветку, на 1800. Соответственно, в данном случае, так как во второй у тебя нету активно, ты себе еще ставишь планочку, что 450 тебе надо прирастить во второй. Это, грубо говоря, либо личные 5 рекрутов по 50, либо там 2 кьюшки, да, 2 по 100. И там, допустим, слушайте, а почему я говорю 5 по 50, 450 баллов? Не знаете? Вот, да, 2 кьюшки и плюс 5 по 50. И ты понимаешь, ага, чтобы мне сделать такой прирост, мне надо прям похерачить. Но опять же, ты должна понимать в этот момент, что ты можешь найти одного рекрута и его теплый вывести на рекрута. Поняла, да? То есть это не обязательно твои личные регистрации. Но в тот же момент ты понимаешь, что вот твоя личная ответственность. И плюс ты работаешь с Наташей и Надей, чтобы делать вот это все. Я вас не запутала, ребят? Основная моя цель, чтобы вы поняли именно, не вот эти все вот расчеты, не расчеты, а откуда берутся баллы. Помните, 4 пункта я написала? Из активных, из бака, из стартера рекрута, да, и так далее. Вот ваша задача, когда вы не активных, один каталог расписать по столбикам. Что вы с ними делать будете? А не так, что вы такие весь каталог рекрутировали и стартеров рекрута переводили, да, и ждали маны небесные, что другие люди сами как-то ЛТО сделают, а потом закрыть, и вы такие, ой, блин, 500 баллов не хватает. А просто с баком, именно вот с активными, с неактивными один флот, никто не проработал. Вы их прям выписываете себе вот так вот. И реально смотрим на баллы. Вот это вот, это я расписала, откуда баллы берутся, откуда их брать. И дальше ты понимаешь, ага, значит, у тебя был план первая ветка вывести на 1800, вторая ветка вывести на 450, да, и тогда у тебя будет там и твои 150 баллов, и тогда у тебя будет там, сколько мы считали, 2450, да, 2400, 2400. моя планочка на текущий каталог. И ты работаешь так, чтобы эта планочка была выполнена. Минимум всегда ставим один процентный уровень своим партнерам. Но за собой и учим партнеров контролировать ветки. Потому что по факту, смотри, у тебя же будет прирост в один процентный уровень? Двенашку сделаешь? Сделаешь. Но пока без отрыва. Потому что если я тебе скажу, Ленок, вот смотри, 1800 тут, а 1000, сколько получается, 50, надо херахнуть здесь. Ты можешь столько херахнуть, но если ты не сделаешь вот этот план, ты потом тебе скажешь, вот, я не сделала, я не могу, зачем ставить себе завышенный план? Ну, реально. И пока что у тебя вот эта ветка несамостоятельная, ты не можешь туда взять и перестать давать реги. Да, к примеру. Потому что вы с девочками команда, вы еще должны работать вместе. Поэтому что ты делаешь? Ты отдаешь одну регу вот сюда, две реги сюда, одну сюда, две сюда. Потому что тебе вторую ногу надо укреплять. Соответственно, у тебя сразу мотивация делать больше рег. Правильно? А то если у тебя будет две реги, и что это будет? Одна здесь, одна здесь. И все. Ни о каких 450 баллах тогда тут говорить не надо. Поэтому один процентный уровень, но смотрите по веткам. Как быстро найти самого верхнего человека в ветке? Быстро. Открываете приложение, там у вас есть, когда вы тыкните на активных, и у вас список, где как раз неактивный один каталог, два каталога, справа сверху будет кнопочка визуализатор структуры. Вот там надо выбрать показать все и показать эту структуру. У вас появится такая картиночка, где вы и вот так вот у вас будут эти веточки. И вот здесь люди. Вот эти верхние люди это первые люди в ваших ветках. Вы можете их отметить значком избранное и, соответственно, смотреть на баллы. Либо вы можете ориентироваться на своих активных людей, но вы должны знать, что если между, например, между Надей и Леной есть же регистрация. Если там кто-то делает баллы, тоже надо учитывать, даже если эти люди неактивные. Вот. Поэтому всегда знай первого человека. Это не так сложно две фамилии запомнить и по ним всегда ориентируйся. Ты сразу же взяла там у тебя например две четыреста и ты переживаешь есть отрыв или нет. Ты открыла этого человечка и видишь, что у него там тысяч семьсот. Вот если он эти сто баллов не доделает, у тебя будет отрыв, да, там, например. А если он делает тысяч восемьсот у тебя отрыва нет. И ты будешь контролировать ситуацию, потому что когда люди вот в этом не разбираются, они делают 22 процента и говорят, что у меня зарплаты нету. В приложении 22, да, а по факту одна ветка и там коллега немножко сбоку. Поэтому планируешь всегда вот так по веточкам, тем более мы с вами минимум на золото идем. и ты видишь, вот когда ты распишешь вот так по столбикам, ты увидишь сколько баллов ты можешь уже подтвердить вот эту вот цифру. Вот эта цифра берется из баллов прошлого каталога. А сколько тебе надо, сколько у тебя сольется, ну, примерно за счет технических, а сколько тебе надо будет прирастить рекрутами. И у тебя получится, то есть вот здесь тебе надо там, допустим, там, не знаю, 60 стартеров, да, по команде, а здесь тебе для личного нужно 10 стартеров, например. И ты понимаешь, ага, мне нужно 70 стартеров, тут мне нужно, сколько мы там считали, 10 рекрутов, да, а здесь мне нужно 7 рекрутов, там, к примеру, ой, не 7, ну, там, 5. И ты понимаешь, с чем тебе работать. И опять же, ты не поставишь тебе заоблачный план. Как, знаете, ко мне приходят люди и говорят, Саша, как мне делать бриллианты за 3 месяца? Я говорю, не знаю, как-нибудь. Все. И когда вы начнете вот так с ранних уровней анализировать команду, вы будете понимать, во-первых, откуда баллы берутся, а во-вторых, что с ними делать. Это такой вариант, ребят, когда мы две ветки делаем. Более простой вариант. Я хочу 12%, отлично, у тебя было 1341, ты хочешь 1800. Тебе надо прирастить, сколько получается, 400, 500 баллов, грубо говоря. То есть тебе надо поработать со своими неактивными один каталог и с уснушками, так, чтобы было вот это, а 500 взять из стартеров. Что такое 500 баллов? Это 10 человек по 50. И ты такая, ага, мне нужно 60 стартеров, 10 рекрутов. Это такой упрощенный план без веток. В принципе, когда у тебя ветки примерно одинаковые, ты можешь вот этот упрощенный план ставить. И тут же понимаешь, ага, Наде мы делаем там столько-то процентов, а Тане мы делаем столько-то процентов. Таня, пойдешь во вторую ветку к Ленке? Шучу, шучу, я бриллиантика себе родила. Бриллиант мой будущий, образование получит, захочет работать в Арифлейм, придет, будет бриллиантом, президентом бриллиантовым, да, Таня? Вот. Так, давайте, ребят, по вопросам. Я еще вторую ссылочку сделаю на Zoom, скину, и мы с вами вопросы обсуждаем. Потому что мне сейчас важно, чтобы вы именно поняли, что вы делаете.